Эту лекцию мы начнем с завершением доказательства теоремы Линдемана-Биргстрасса, потом рассмотрим несколько следствий из теоремы Линдемана-Биргстрасса, и последнее следствие – это будет невозможность квадратуры круга, то есть отрицательное решение древнегреческой проблемы. Ну что же, сегодня мы, как я уже сказал, завершаем доказательства теоремы Линдемана-Биргстрасса. Все самое трудное мы уже сделали, и финал – это будет сведение, как я тоже говорил, сведение теоремы Линдемана-Биргстрасса, доказательства этой теоремы, к предложению 1. Теорем Линдемана-Биргстрасса утверждает, что значение показательной функции, значение экспонента в различных точках α-ж-т будут линейно независимы над полем алгебраических чисел. Давайте предположим противное, и допустим, что найдутся такие алгебраические коэффициенты А0, А1, АМ, что выполняется вот это равенство. То есть мы предположили противное с теоремой Линдемана-Биргстрасса. Ну вот мы договорились, что, вернее так, извините, согласно условию теоремы Линдемана-Биргстрасса, все показатели α-ж-ты различны. Поэтому функция А от Т, то есть функция, которая получается, если мы в показателях экспонент добавим переменную Т, она будет отлично от тазистеного нуля. А выписанное равенство означает, что эта функция в точке единицы обращается в ноль. Ну вот я напомню, что в прошлый раз мы определили конечное нормальное расширение е поля рациональных чисел. Е определили автоморфизмы сигма-один, сигма-ниун, а также функции А, Ж, Т, А, Т, ну, как и вот функция А от Т, только все показатели менялись на образы, на свои образы при житом вложении, и все коэффициенты тоже менялись на свои образы в житом вложении. Об этом мы говорили на прошлой лекции. Значит, таким образом определяется функция А, Ж, Т. И рассмотрим теперь функцию, которую я обозначу Б от Т, это и есть произведение всех функций А, Ж, Т, А, Т, по Ж, от единицы до ню. Я напомню, что в предложении 1 было условие о том, что все коэффициенты ряда Тейлора, вот этой экспоненциальной линейной формы, должны быть рациональными числами. Но пока мы можем утверждать только то, что вот эта вновь полученная функция Б от Т, это есть линейная комбинация экспоненциальных функций с показателями некоторыми и коэффициентами Б0, Б1, БМ. Причем показатели бета и коэффициенты Б лежат в поле Е. В поле Е. Мы каждый множитель в прошлый раз представили в виде линейной формы, похожей, только там были показатели, образы альфа при различных вложениях и, соответственно, коэффициенты, образы коэффициентов при различных вложениях. Но при перемножении показатели будут складываться, коэффициенты перемножаться и складываться, так что в результате опять получится такая же линейная форма, причем вот показатели бета и коэффициенты Б будут лежать все в том же поле Е. Вот следующий шаг, который я хотел бы объяснить, это то, что у функции Б от Т все коэффициенты есть рациональные числа. В отличие от А, у функции Ажи Т от Т коэффициенты могут быть и нерациональными, алгебраическими, лежащими в поле Е, но нерациональными. А вот у Б от Т обязательно все коэффициенты ряда Тейлора будут рациональными. Отчего же так? Значит, как я уже сказал, все числа Б житые и бета житые принадлежат поле Е. Ну, отсюда следует, что коэффициенты ряда Тейлора, все коэффициенты ряда Тейлора для функции Б от Т тоже принадлежат Е, и возьмем какой-нибудь автоморфизм сигма поле Е и применим его к функции Б от Т. Ну, в прошлый раз я говорил, что сигма от произведения, вернее так, произведения образов нескольких функций при вложении сигма, нескольких рядов при вложении сигма будет равняться образу произведения. То есть мы можем написать, что образ Б от Т при вложении сигма будет равняться произведению образов рядов ожитое от Т при вложении сигма. Теперь давайте вспомним, как определялась ожитое. Ожитое получалось заменой экспонент, показателей О-экспонент и заменой коэффициентов на их образы при некоторых при вложении сигма житое. Ну, отсюда следует, что ожитое от Т, ну, коэффициенты ряда мы выписывали в прошлый раз, коэффициенты ряда будут получаться как образы коэффициентов ряда А от Т. И мы можем написать, что сигма от Ажитое это есть результат применения к ряду А от Т сначала вложения сигма житое, а потом вложения сигма. Вложения сигма. Ну, мы знаем, что все вложения образуют группу, группу голову А, поэтому произведение любых двух вложений будет тоже вложением. Ну, или мы знаем больше, это автоморфируемые, значит, произведение двух автоморфизмов будет тоже автоморфизмом. И при этом, если сигма фиксирована, Ажи бегает от одного до него, то произведение сигма умножить на сигма житое будет тоже пробегать все вложения, все автоморфизмы. Это группа. Поэтому вот такое произведение можно переписать как произведение образов ряда А от Т при вложении к сигма жи. Ну, фактически сомножители поменяются местами. Вот в левом произведении порядок сомножителей будет отличаться от порядка правом. Но сами произведения не изменятся. но это из-за того, что автоморфизмы группу образуют. То есть мы получаем опять Б от Т. Так мы определили Б от Т как произведение всех Ажи. Так что вот опять пользуемся тем, что произведение образов будет равняться образу произведения. Впрочем, нет. Здесь это просто определение. Сигма житое от А от Т это Ажитое. Так что вот это вот произведение это будет произведение всех Ажитое, которое мы обозначили Б от Т. Ну вот. Ну и что же выходит? Получается, что если мы подействуем на коэффициенты ряда Б от Т каким-нибудь любым вложением, любым автоморфизмом поле Е, то ряд не изменится. Ряд не изменится. Коэффициенты ряда лежат в поле Е. Значит, что же выходит? У нас каждый коэффициент есть элемент поля Е, который не меняется под действием всех автоморфизмов. Но мы доказывали, там одно из следствий было доказано, что в этой ситуации можно утверждать, что число есть рациональное число. То есть, если какое-то число из поля Е не меняется под действием всех автоморфизмов, то оно обязательно должно быть рациональным. Таким образом, вот эта выкладка доказывает, что у ряда Б от Т все коэффициенты рациональны. Ну вот. то есть, функция Б от Т, вот эта линейная форма, она удовлетворяет условиям предложения 1. Значит, все показатели степени экспонентов алгебраические числа, все вот эти коэффициенты тоже алгебраические числа, и функция отличная от тождественного нуля, потому что здесь каждый со множителя отличный от нуля. А от Т отличная от тождественного нуля, значит, ряд для А от Т будет иметь ненулевые коэффициенты. Но тогда и образы этих ненулевых коэффициентов при вложениях тоже будут отличны от нуля. Значит, каждый ряд А от Т содержит ненулевые коэффициенты, ну и произведение таких рядов тоже будет отличным от тождественного нуля. Таким образом, у функции Б от Т функции Б от Т будет отличной от тождественного нуля, значит, для нее будут выполнены все условия предложения один. Но, с другой стороны, мы знаем, что А в единице равно нулю. вот при тождественном вложении, при тождественном антамортизме ожитое это будет А от Т. И, значит, этот со множителя в точке единицы равен нулю. Но тогда и произведение, то есть функция Б от Т в точке единицы должна равняться нулю. А это противоречит утверждение предложения один. Значит, согласно предложению один, вот этот многочлен Б, этот ряд, эта функция Б от Т в точке единицы должна быть отличной от нуля. Значит, все замножители в точке единицы должны быть отличной от нуля. Но, в частности, вот это А от единицы должно быть ненулевым числом, должно быть ненулевым числом. Но, вот оно А от единицы. Если Б от единицы равно отличной от нуля, то А от единицы тоже должно быть отличной от нуля. Но, оно у нас по определению равно нулю. Это же значение функции А в точке единицы. Вот это противоречие противоречие. Мы свели общее утверждение к случаю, когда коэффициенты ряда Тейлора есть рациональные числа. Это значит, мы свели к первому вот предложению 1. А для предложения 1 мы доказали, что равенство, ну, непосредственно доказали, что равенство нулю невозможно. Вот таким образом завершается доказательство теоремы Линдемана Вейерстрасса. Итак, мы доказали две теоремы. Первая это теорема Линдемана, о том, что если А отличное от нуля алгебраическое число, то Е в степени А будет трансцендентным. Это первая. И вторая теорема Линдемана Вейерстрасса, о том, что если Альфа это различные алгебраические числа, Альфа 0, Альфа 1, Альфа m, при m больше либо равном единице, то значение экспонента функции Е в степени z в этих точках будет линейно независимой над полем всех алгебраических чисел. Ну, по существу большая часть теоремы Линдемана Вейерстрасса была доказана на прошлой лекции, на этой мы только завершили доказательства, и на прошлой же лекции мы вывели теорему 22 из теоремы 23, то есть теорема Линдемана Вейерстрасса более общая, чем теорема Линдемана. Теорема Линдемана есть ее следствие. Вот теперь мы поговорим о других следствиях из вот этих теорем. Число Е трансцендентное это утверждение следует из теоремы Линдемана. Ну даже двумя способами можно доказать вывести из теоремы Линдемана и из теоремы Линдемана Вейерстрасса. Но я про это правда говорил, сейчас коротко повторю еще раз. Предположим, что у нас альфа 0 равно 0, альфа 1 равно 1 и так далее, альфа m равно m. Эти числа алгебраические и отличны друг от друга. Поэтому по теореме Линдемана Вейерстрасса можно утверждать, что числа единицы е квадрата е в степени линейно независимы над полем алгебраических чисел. Ну, поле всех алгебраических чисел больше, чем поле рациональных чисел, поэтому отсюда следует линейная независимость над полем рациональных чисел. Ну, а это, как мы говорили раньше, означает трансцендентность числа е. Число е не является корнем никакого многочтена с рациональными коэффициентами. Ну, и второе доказательство это напрямую из теоремы Линдемана. Если мы, теорема Линдемана утверждает, что если а не нулевое алгебраическое число, то е в степени а трансцендентно, так вот, если взять а равна единице, то получается трансцендентность е. Транцендентность си. Ну, вот два разных доказательства следствия один о трансцендентности числа е. Второе следствие тоже из теоремы Линдемана. Если бета алгебраическое число, отличное от нуля единицы, то при любом выборе ветви логарифма число логарифм бета трансцендентно. Это натуральный логарифм. Натуральный логарифм бета трансцендентные числа. Ну, например, логарифм двух или логарифм трех это все трансцендентные числа. Ну, действительно, если мы возьмем е, возведем степень, равную логарифму бета, то получится само число бета. Оно алгебраическое по условию. Но тогда логарифм бета алгебраическим быть не может, потому что, согласно теореме Лендемана, число е, возведенное в алгебраическую степень, трансцендентно. Отличное от нуля трансцендентно. А у нас это значение получилось алгебраическим. Стало быть, логарифм бета не может быть числом алгебраическим, трансцендентным. Так, отличное от нуля это нужно для того, чтобы логарифм был определен, а отличное от единицы, потому что логарифм единицы равен нулю. А в теореме Лендемана предполагается, что число а, которое стоит в показателе отлично от нуля. Вот таким образом из теорем Лендемана получается следствие об трансцендентности натуральных логарифмов алгебраических чисел. Еще одно следствие трансцендентных числа π. Предположим, что π алгебраическое число. И обозначим буквой а 2 π и 2 число алгебраическое и число алгебраическое. Мы предположили, что π алгебраическое число. Стало быть, здесь произведение трех алгебраических чисел, и оно есть алгебраическое число, не нулевое. Ну вот, согласно, теореме Лендемана число E в степени 2π, то есть единица должно быть трансцендентным. Но это неверно. Единица число алгебраическое. Таким образом, предположение наше о том, что π алгебраично привело нас к противоречию. Значит, π трансцендент. π трансцендент. Ну вот, четвертое следствие тоже с теорием Лендемана для любого ненулевого алгебраического числа α числа sin α, cos α и tan α трансцендентны. То есть, если α алгебраическое отличное от нуля число, то значение вот этих тригонометрических функций трансцендентны. Ну, sin 1 есть трансцендентное число. Ну, давайте предположим, что, ну, например, для синуса. Предположим, что sin α это число алгебраическое. Мы обозначим его буквой β. sin это есть комбинация экспонент деленная на 2i. sin и α минус есть минус и α деленная на 2i. Вот. И это равняется β простите, из этого я вычитаю из синуса α я вычитаю число β. β можно представить как β умножить на 1. Но е в нулевой степени. Значит, у нас получается линейная комбинация трех значений показательной функции в различных точках. Если α не 0, то и α и минус и α тоже не 0. И в общем все числа различны, все показатели различны. Но это невозможно согласно теореме Линдемана Верш-Страсс. Вот. Ну, можно вывести, я сказал, что это следствие теоремы Линдемана, можно вывести и из теоремы Линдемана, но вот это доказательство, оно ссылается на теорему Линдемана Верш-Страсс. Ну, для косинуса точно так же, только с тем отличием, что косинус это есть косинус α это есть Е в степени и α плюс Е в степени и α и α пополам. Точно так же, только здесь плюс будет стоять и тут вместо и будут стоять двойки. Теперь для тангенса. Если предположить, что тангенс α алгебраического числа α есть алгебраическое число β, то мы получаем вот такое равенство. Значит, мы умножаем на косинус левую и правую части, слева получается синус α, а справа β умножить на косинус. Потом синус α и косинус α представляем через экспоненты. Вот для синуса вот эта формула для косинуса с плюсом и с двойками в знаменателе. Вот, выражаем через экспоненты и в конце концов получается вот, ну, нужно объединить слагаемые с одинаковыми показателями. Получается вот такое равенство. Ну, β плюс и β минус и это алгебраические числа. Вот, мы предположили, что β алгебраическое число. Так что получается, что вот это соотношение будет соотношением между значением экспонента с алгебраическими коэффициентами. Ну, вот, хотя бы один из этих коэффициентов в отличие от нуля, оба они в ноль обратиться не могут, β плюс и β минус 7. Ну, отсюда следует, опять, из теории Валендемана и Верштраза следует противоречие. Вот эти вот значения показательные функции линейно зависимы над полем алгебраических чисел. Еще одно утверждение. Здесь речь идет об алгебраической независимости чисел. Говорят, что числа алгебраически независимы, если не существует многочлена с алгебраическими коэффициентами, которые их связывал бы. Ну, например, число синус единицы и косинус единицы, вот эти два числа, они трансцендентны, как мы знаем, но они алгебраически зависимы, потому что многочленный х квадрат плюс у квадрат минус 1, он будет обращаться в ноль, когда мы вместо х подставим синус единицы, а вместо у косинус единицы. Вот, так что это пример алгебраически зависимых трансцендентных чисел. Теперь утверждение об алгебраической независимости таково, это пятое следствие. Предположим, что у нас есть набор алгебраических чисел, которые линейно независимы над полем рациональных чисел. Тогда значения показательной функции е в степени бета1 и е в степени бета1 будут алгебраически независимы над полем рациональных чисел. То есть не существует многочлена с рациональными коэффициентами, которые их связывают. Давайте предположим противное, что вот эти значения экспонента е в степени бета1 и е в степени бета r алгебраически зависимы над полем рациональных чисел. Тогда можно найти многочлен p не нулевой от r переменных с рациональными коэффициентами такой, что если в него подставить вот эти числа е в степени бета, то получится ноль. Это наше предположение. Ну, раз так, мы давайте распишем этот многочлен с коэффициентами, это будет a k1 k r а вот здесь будет стоять x1 в степени k1 только мы вместо x1 подставили е в степени бета 1 ну и так далее xr в степени k r вместо xr мы подставили е в степени бета r. Так что получается вот такая комбинация равная нулю это значение многочлена поскольку многочлен не есть тождественную нуль, то среди коэффициентов рациональных чисел a есть ненулевое число, а из линейной независимости показателей бета это условия бета алгебраические числа линейно независимы от кула. Так вот из линейной независимости следует, что все вот эти показатели различны. Различны. Ну и у нас получается линейная комбинация чисел, линейная комбинация значений экспоненциальной функции в различных алгебраических точках и эти значения линейно зависимы над полем рациональных чисел. Вот это линейная зависимость. Но это противоречит теореме Линдемана Верштраза, так не бывает. Ну вот отсюда получается вот из этого противоречия получается, что между значением экспонента алгебраических соотношений не существует. Значит, это сведение алгебраической независимости к линейной независимости происходит в силу того, что у функции Е в степени Z есть теорема сложения. Е в степени X умножить на Е в степени Y это будет равняться Е в степени X плюс Y. То есть значению той же экспоненциальной функции в другой точке, в точке X плюс Y. Ну вот. Ну, это весь список примеров, которые мне хотелось привести. И теперь мы займемся квадратурой круга. Ну, это древнегреческая проблема интересовала древнегреческих математиков более чем 2000 лет тому назад. Вот. И формулируется она так. Можно ли построить на плоскости квадрат, площадь которого равнялась бы площади заданного круга? ну, по-другому. Да, значит, построить это означает построить с помощью циркуля линейки. Линейки без делений, то есть нельзя откладывать там вот какие-то отрезочки с известной длиной. Значит, у нас есть по существу это вопрос об измерении площади круга, потому что для древних греков измерить это означало построить квадрат, который имеет площадь такой же, как фигура, которую надо и площадь, которую нужно измерить. Ну, например, площадь любого треугольника, площадь любого многоугольника, его можно разбить на треугольники, можно измерить. Площадь прямоугольника, прилаграмма, вот, были даже криволинейные фигуры, для которых можно было измерить площадь, то есть построить равновеликий квадрат. А вот построить квадрат равновеликий по площади заданному кругу не удавалось в течение многих лет. ну, и вот только доказательство трансцендентности Пи завершило вот эти попытки решения этой проблемы о измерении площади круга. Вот я расскажу сейчас, как это было сделано. Ну, задача на построение предполагает, что задан некий набор объектов линейки с помощью циркуля линейки нужно построить какой-нибудь вот отрезок или точку, которые искомы. И что можно делать с этими инструментами? Можно через две найденные раньше точки провести прямую линию с помощью линейки, при этом предполагается, что линейка ну, сколь угодно длинная может быть, то есть точки могут находиться очень далеко, но все равно через них можно построить прямую, через них можно провести прямую с помощью линейки. И вторая операция это провести циркулем окружность с центром вот заданной или уже построенной раньше точки радиуса равного расстояния между какими-нибудь двумя заданными или построенными раньше точками. Ну и любая фигура, которая может быть построена задается некоторой совокупностью прямых окружностей и точек. Ну вот, например, для построения квадрата достаточно построить четыре его вершины. Ну или отрезок равной по длине его ребру. ну вот, если нам заданы какие-то объекты геометрические, то мы будем выполнять вот эти операции, то возникает в определенном порядке последовательность прямых окружностей некоторых точек, точек пересечений. Ну не все могут возникать лишние точки при этом. Вот давайте мы перенумеруем вот заданные условиям точки, ну вот геометрические объекты, вот точки прямой окружности и затем будем вновь появляющимся геометрическим объектам тоже присваивать номера. Ну появится какая-то последовательность конечная этих объектов. И вот вопрос, каким образом могут возникать новые прямые окружности и точки. Ну вот все, что можно, все, что получается вот здесь описано. Значит новая прямая может быть построена лишь с помощью линейки, приложенной к двум построенным ранее точкам или заданным. Новая окружность может быть построена лишь с помощью циркуля, помещенного в построенную ранее точку, но при этом радиус ее будет равен расстоянию между двумя построенными ранее точками, ну или заданными. Новая точка может быть построена как пересечение двух построенных прямых, это пункт В, или как пересечение построенных прямой окружности, это Г, или как пересечение двух построенных окружностей, это пункт Д. И еще новая точка может быть построена с помощью операции, ну вот я ее буду называть произвольный выбор. Ну, чтобы объяснить, что это такое, давайте рассмотрим такую задачу на построение. У нас на плоскости нарисована окружность, и нужно построить с помощью циркуля-линейки ее центр. Ну, классическое решение состоит в том, что мы выбираем какие-нибудь три точки на окружности, получается в результате треугольник, и для этого треугольника мы проводим перпендикуляры через середины двух сторон, их точка пересечения будет центром окружности. Ну, это элементарная геометрия, но все построение начинается с того, что мы выбрали каким-то способом, каким-то способом три точки. Вот это есть произвольный выбор, их можно выбирать по-разному, лишь бы они лежали на окружности, и ответ будет один и тот же, центр окружности. Центр окружности, описанный вокруг этого треугольника, ну, то есть центр заданной нам окружности. Произвольную точку можно выбирать в некоторой области, на какой-то линии, на окружности или на прямой, вот. То есть, ну, некоторые ограничения могут быть на выбор точки. Ну, вот теперь давайте предположим, что существует построение с помощью циркулей линейки, которая решает проблему квадратуру круга. То есть, алгоритм, который позволяет для заданного круга построить равновеликий ему квадрат. Давайте мы введем на плоскости систему координат, поместив ее начало в центр заданного круга, как центр найти я только что объяснил. Значит, вот в эту точку мы помещаем начало координат, и в качестве единицы измерения выбираем радиус заданного круга. Тогда каждая точка плоскости в возведенной системе координат получает две координаты. Она задается двумя числами, x и y. Любая прямая задается линейным уравнением, вот коэффициенты a, b и c, уравнение a, x плюс b, y плюс c равно нулю. А окружность задается вот таким уравнением. x0, y0 это координаты центра. Значит, x минус x0 в квадрате плюс y минус y0 в квадрате. И это равняется квадрату радиуса. Ну, это все элементарная аналитическая геометрия. Ну, вот, теперь давайте мы определим на плоскости класс точек прямых и окружностей, которые мы будем называть алгебраическими. Значит, алгебраические точки, алгебраические прямые и алгебраические окружности. Ну, точку будем называть алгебраической, если ее координаты есть алгебраические числа. Ну, вот, если мы проведем, нарисуем график функции y равняется e в степени x, то существует единственная алгебраическая точка, лежащая на этой кривой. При x равном нулю и y равном единице. А, как следует из теоремы Лендемана, других точек алгебраических не будет. Если мы возьмем алгебраическую абсциссу x, отличную от нуля, то соответствующая ордината будет трансцендентна. Значит, на каждой точке этой кривой, у каждой точки этой кривой, но за исключением точки 0,1, будет либо абсцисс, либо ордината трансцендентна. Ну, вот, теперь прямую. Ну, прямую будем называть алгебраической, если она может быть задана уравнением с алгебраическими коэффициентами. Это линейное уравнение, значит, там коэффициенты a, b и c. Так вот, если уравнение имеет алгебраические коэффициенты, тогда получается прямая, которую мы будем называть алгебраической. Окружность будем называть алгебраической, если идет радиус и координаты центра, если алгебраические числа. Вот, в частности, заданная в самом начале окружность имеет уравнение x2 плюс y2 равно 1. Ну, поскольку центры, центры имеют координаты 0,0, радиус этой окружности единицы, это 0,1 алгебраические числа, поэтому уравнение, поэтому вот эта окружность будет называться алгебраической тоже. Ну, вот, давайте теперь докажем, что операции, которые мы вот описали раньше, вот a, b, v и так далее, что примененные, будучи примененные к алгебраическим объектам, они в результате также дают алгебраические объекты. Ну, действительно, предположим, что у нас есть, это вот пункт А, есть две точки с алгебраическими координатами, две алгебраические точки, и мы проведем через них прямую. Каково уравнение этой прямой? Вот, как известно, оно выглядит так вот. x и y – это координаты переменной точки на прямой, а это уравнение, которому они должны удовлетворять. Прямая проходит через точки x1, y1. Если мы сюда подставим x равный x1, это слагаемое в ноль обратится, а y равный y1 тоже обратит вот это слагаемое в ноль. Так что точка x1, y1 будет лежать на этой прямой. Точка x2, y2 тоже будет лежать на этой прямой, потому что произведения одинаковые получаются. x2 – x1, а здесь будет тоже x2 – x1. Тут y2 – y1, а тут тоже будет y2 – y1. Так что вторая точка тоже будет лежать на этой прямой. Значит, у нас были две точки с алгебраическими координатами x1, 2, x2, y1, y2. И уравнение прямой получилось с алгебраическими координатами. Но если мы их сосчитаем поэффициентами при x, y, они будут алгебраическими числями. Ну вот, таким образом, для прямая получается алгебраическая. Ну вот, окружность с алгебраическим центром и имеющий алгебраический радиус, она по определению является алгебраической. Если у нас есть две пересекающиеся алгебраические прямые, они задаются вот такими уравнениями, обе, значит, точка пересечения должна быть решением вот такой системы уравнений. Значит, коэффициенты уравнений – это алгебраические числа. Ну, по формулам, которые выражает решение этой системы через коэффициенты, получаем, что решение x, y тоже будет задаваться алгебраическими числами. Ну, и определитель, в частности, отличный от нуля, потому что мы рассматриваем случай, когда точка одна. То есть, есть две алгебраические точки, они пересекаются, простите, две алгебраические прямые, они пересекаются в одной точке, и эта точка будет алгебраической. Ну, формулу для x, y можно с помощью формул Крамера, например, вывести. Но это можно, конечно, в данном случае сделать и напрямую, не обращаясь к общей науке. Ну, вот, точка пересечения двух алгебраических прямых – это алгебраическая точка. Теперь предположим, что у нас есть алгебраическая прямая, вот это ее уравнение, и алгебраическая окружность. Это, вот, она задается вторым уравнением. Значит, числа А, Б и Ц алгебраические, x0, y0 и R тоже алгебраические. Ну, вот, кто-то из этих коэффициентов А и Б отличны от нуля, это же прямая. Но если мы, допустим, что Б не 0, тогда можно y выразить через x из первого уравнения, и подставить во второе. Тогда второе уравнение станет квадратным относительно x, а коэффициенты этого квадратного уравнения будут алгебраическими числами. Ну, мы знаем, что корень любого многочлена с алгебраическими коэффициентами есть алгебраические числа. Так что у каждой точки пересечения алгебраической прямой и алгебраической окружности будет алгебраическая абсцисса. Ну, поскольку ординату у мы нашли из первого уравнения, и здесь тоже коэффициенты А, Б, Ц алгебраические, получается, что и ординаты точек пересечения будут тоже алгебраическими числами. Ну, вот. Вот здесь формула написана. Теперь что будет, если у нас есть две алгебраические окружности? Ну, вот они задаются обе такими уравнениями, и согласно определению, вот эти числа x1, x2, y1, y2, r1, r2 должны быть алгебраическими. Ну, если мы вычтем из второго уравнения, скажем, первое, то квадраты у нас уничтожатся, и y2 уничтожатся, и получится линейное уравнение. Линейное уравнение. Так что выходит система, состоящая из двух уравнений. Одно линейное, второе вот такое квадратное. Коэффициенты ее будут алгебраическими числами. Но отсюда следует, что вот эти вот две точки пересечения двух окружностей будут иметь алгебраический координат. Так что вот точки пересечения двух алгебраических окружностей будут алгебраическими. Ну, теперь произвольный выбор. Ну, давайте отметим, что точки с рациональными координатами, они всюду плотны на плоскости. То есть, какую бы мы ни взяли маленькую область, там обязательно есть точки с рациональными координатами. Ну, точки, у которых координаты алгебраические, тем более будут соемно просты. Потому что это более широкое множество, чем множество точек с рациональными координатами. Ну, и значит, получается, что сколь угодно близко к любой точке плоскости находится точка с алгебраическими координатами. можно найти. Ну, и если нам нужно находить... А, ну, еще одно замечание. Если нам нужно будет находить, найти, взять какую-то точку на построенной прямой, мы можем... Алгебраической. Мы можем взять точку, у которой первая координата рациональна, тогда вторая координата будет алгебраической. Значит, точка будет алгебраической. Так что, если нужно выбирать какую-то точку в процессе построения, какую-то точку на построенной прямой, а у нас все построенные прямыми будут алгебраические, ведь исходная окружность наша, она алгебраическая, и вот, как я уже объяснял, эти операции, алгебраические объекты переводят в алгебраические объекты. Так вот, значит, если нам нужно будет выбирать точку на какой-то алгебраической прямой, то мы всегда можем выбрать ее алгебраической. Ну, и то же самое относится к окружности. Мы можем выбрать, если нам нужно выбрать точку на какой-то дуге окружности, маленькой, допустим, дуге, то мы можем выбрать абсциссу этой точки рациональным числом, они же всю доплотны, и на прямой, и на плоскости. А тогда вторая координата, она будет находиться как корень многочлена от y, ну, вот, в какой-то степени. Ну, для окружности второй степени. И, значит, тоже будет алгебраической. Ну, вот, поэтому, если нам нужно выбирать какую-нибудь произвольную точку, где-то, то мы всегда ее можем выбрать алгебраической. Ну, и таким образом, все построение, вот вся эта квадратура, квадратура круга может быть организована так, что в ней будут участвовать только алгебраические объекты. Так. Ну, об этом мы говорили. Теперь предположим, что можно в результате существует алгоритм, который позволяет вот по заданной окружности, по заданному кругу, ну, уравнение окружности можно записать в виде x квадрат плюс y квадрат равняется единице, ну, выбрав соответствующим образом начало координат и масштаб. То есть у нас будет изначально алгебраический объект. И если алгоритм существует, то его можно организовать так, что в нем будут присутствовать только алгебраические объекты. То есть алгебраические точки, алгебраические прямые и алгебраические окружности. Но в результате мы должны получить квадрат равновелие окружности, то есть квадрат, площадь которого равняется π. Площадь окружности радиуса единицы равна π. Значит, квадрат, который мы построим, должен иметь площадь π. Но это означает, что его ребро должна, длина ребра должна равняться корню квадратному из π. Мы знаем, что π трансцендентно, поэтому корень из π тоже трансцендентное число. Оно не может быть алгебраическим, потому что квадрат алгебраического числа, то есть π, есть число алгебраическое, но мы знаем, что π не алгебраическое. Вот. Что же выходит? Значит, если мы можем найти алгоритм, который позволяет измерить заданную окружность, то есть построить квадрат, равновеликий по площади заданной окружности, то у нас можно организовать это построение так, что все вершины, которые получились в конце, будут иметь алгебраические координаты, будут алгебраическими точками. Значит, они будут иметь алгебраические координаты. Но тогда длина ребра будет тоже алгебраическим числом. Это же корень квадратный и сумма квадратов разности координат, разности вершин двух соседних. А они есть алгебраические числа. Ну вот, таким образом, получается, что ребро будет иметь алгебраическую, будет равно алгебраическому числу. Но это же ребро будет равняться корню из π, которая трансцендентна. Ну, если угодно, площадь квадрата с алгебраическим ребром будет равняться квадрату этого алгебраического числа, то есть будет алгебраическим числом. А площадь квадрата должна равняться π. Значит, получается, что π число алгебраическое. Но вот это и есть противоречие с теоремой Линдемана о трансцендентности числа π. И это противоречие означает, что квадратуру круга с помощью циркуля-линейки выполнить невозможно. Значит, мы ограничены инструментами. Инструменты – это циркуль и линейка. И эти инструменты таковы, что они алгебраические. Объекты переводят в алгебраические. Значит, если построение возможно, то финальная фигура, которую мы построили, должна быть тоже алгебраической. Ну вот, в частности, площадь этого подстроенного квадрата должна быть алгебраической. Она же из произведения ребер. Ну, квадрат – ребра, а длина ребра – это алгебраическое число. Координаты вершины – алгебраические числа, значит, длина ребра – алгебраическое число. Ну вот, это противоречие означает, что квадратура невозможна. И, конечно, центральная вещь здесь – это трансцендентность Пи. Ну вот, в 1837 году немецкий математик Ванцель еще до доказательства трансцендентности Пи показал, что при заданном отрезке единичной длины с помощью циркуля-линики могут быть построены только отрезки, длины которых выражаются числами, являющимися корнями квадратных уравнений с рациональными коэффициентами. Или корнями квадратных уравнений вот с коэффициентами, которые будут корнями квадратных уравнений с рациональными коэффициентами. И так далее. То есть множество объектов, которые можно построить, выражается с помощью арифметических операций и еще операций извлечения квадратного корня, примененными вот к характеристикам изначально заданного объекта. То есть вот этой окружности, которая задается уравнением х квадрат плюс у квадрат равно единице. Значит, конечно, эти операции можно применять многократно и к разным объектам. Но все равно вот аритмия сложения, умножения, вычитания и извлечения квадратного корня. Только эти операции можно выполнять с помощью, ну, если говорить о числах, о длинах, то с помощью циркуля и линейки. Но это приводит к тому, что все объекты, координаты объектов, которые можно построить, они лежат в поле, степень которого есть степень двойки. Степень любого алгебраического числа является делителем степени поля. Это означает, что каждый объект, который, ну, вот, каждая координата, точек, которые могут быть построены, или длина отрезка, которая может быть построена, они обязательно лежат в поле, степень которого равняется два в степени n. Ну, вот, если мы возьмем задачу разделить заданный угол на три равные части, так называемые три секции угла, это еще одна старинная задача, то она сводится, как легко проверить, к построению величин, которые выражаются через, как корни кубических уравнений с рациональными коэффициентами. То есть степень этих алгебраических уравнений равна трём. Но три не делит, а степень числа должна делить степень поля. Степень поля – это степень двойки. Тройка не делит двойку. Стало быть, не делит степень поля. И поэтому никакое число, никакой отрезок, длина которого выражается корнем из кубического многочлена с рациональными коэффициентами, с помощью циркуля-линейки построить невозможно. Ну вот легко проверить, что для три секции угла это уравнение. Ну вот как раз такая ситуация и имеет место. То есть вот характеристики этого угла, одной трети, они являются корнями многочлена третьей степени. Ну и ещё одна задача, которая тоже невозможно, её невозможно с помощью циркуля-линейки выполнить, найти решение – это задача удвоения куба. Удвоения куба. Вот если вам дан куб, и мы масштаб выберем так, что вот вершина, ну систему координат выберем так, что начало координат находится в одной из вершин куба, а ребро куба имеет единичную длину, то задача сводится к построению отрезка, у которого объём будет равен двум, и значит ребро будет корнем кубическим из двух. Значит таким образом нужно с помощью циркуля-линейки построить отрезок, длина которого равняется корню кубическому из двух. Но это невозможно, из-за того, что опять-таки с помощью циркуля-линейки можно строить только какие-то такие объекты, которые связаны, которые лежат в полях степени 2 в степени n, а корень кубический из двух таких полях лежать не может. Его степень 3 равняется, 3 недели, 2 в степени n, ни при каком n. Ну вот заодно получается, если проследить то, что я говорил аккуратно, то вот эта вот теорема Ванцеля такими же средствами может быть доказана. Ну а заодно и невозможность этих двух, еще двух старинных проблем, 3 секции угла и удвоение куба. Ну вот на этом мы закончим. Это последняя лекция. И, в общем, вот этот курс теория чисел мы на этом заканчиваем. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!